МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Движущая сила стальных магистралей". Какие вызовы поставил 2022-й перед локомотивным комплексом российских железных дорог? В связи с санкционной политикой мы остались без компонентов импортного производства. Как обеспечивались тягой грузы на восток в условиях массовых отправок пассажиров на юг? Мы это планировали как задел на 2022 год, но получилось, что это просто необходимо. Новый уровень КГ и каким результатом привела передача на аутсорсинг сервиса и ремонта локомотивов? Достаточно много было в первые годы упущено и с точки зрения людей, и с точки зрения технологии. И можно ли, наконец, считать реформу локомотивного хозяйства РЖД завершенной? Мне кажется, она никогда не завершится, потому что путей для совершенствования очень много. Об этом в программе «Прямой разговор» с заместителем генерального директора российских железных дорог Олегом Валинским. Олег Валинский в 1986 году окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта. В 1997 году получил диплом Петербургского государственного университета путей сообщения. Трудовой стаж на железнодорожном транспорте Олег Валинский начал в 1980 году учеником приемщика поездов станции Ленинград-Сортировочный Московский, Октябрьской железной дороги. Последовательно прошел целый ряд ступеней карьерной лестницы. В период с 2004 по 2008 годы Олег Валинский занимал должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по перевозкам. С августа 2008 работал первым заместителем начальника ОЖД, а с октября 2014 года начальником магистрали. В январе 2016 года Олег Валинский был назначен вице-президентом ОАО РЖД начальником дирекции тяги. В ноябре 2017 года заместителем генерального директора, начальником дирекции тяги российских железных дорог. Олег Сергеевич, непростой год во всех смыслах, в условиях политической нестабильности, новых экономических правил. С какими вызовами пришлось столкнуться дирекция тяги? Первый вызов это то, что в связи с санкционной политикой мы остались во многом без компонентов импортного производства, учитывая то, что у нас большое количество все-таки удельное в парте даже российских локомотивов таких компонентов, то для нас, конечно, скажем, март-апрель месяц были достаточно интересными с точки зрения поисков альтернативных замен, там, будь то параллельный импорт, будь то, в принципе, производство каких-то альтернативных уже локализованных компонентов, вопрос их сертификации, чтобы выстроить нормальную систему и тот парк, который у нас на сегодняшний день существует, чтобы он работал. Следующий момент вопрос это то, что у нас изменилась логистика и потоки, они и раньше шли на восточное направление, но еще в большей степени развернулись на восточное направление, и нам потребовалось на это тоже отреагировать с точки зрения усиления и тяги, и локомотивных бригад. Ну и последнее, это пассажирское движение. Каждый год у нас растет поток, особенно на юг, но, естественно, мы в начале года даже не предполагали, что не будут летать самолеты в целый ряд аэропортов, и это все придется замещать увеличением пассажирского движения, что также требует локомотивов, требует помощи в том числе и Крымской железной дороге, потому что мы добавляли локомотивы свои и им, чтобы обеспечить эти возрастающие потоки. Ну, я считаю, что, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день мы со всеми этими вызовами справились. Чуть подробнее о каждом из этих направлений поговорим. Вот что касается импортозамещения. Реально есть сегодня угроза, что какие-то образцы подвижного состава не выйдут на сеть в установленные сроки в результате разрыва взаимоотношений отечественных производителей с европейскими? Ну, на самом деле, мне кажется, эта угроза уже реализовалась. То есть, что касается года 2022-го, то мы уже однозначно не купили небольшое количество, но, тем не менее, 5 электровозов ЭП-20. Большой, очень компонентной базой фирмы Альстом. Пассажирские электровозы постоянно переменные, скоростные. Мы не купили 8 тепловозов 3Т25К2М из-за того, что нам переставила компания General Electric поставлять дизеля. Ну, не нам, а локомотивостроителям. 10 штук электровозов 2С5С также мы не будем покупать. Практически любую позицию мы, в принципе, заменили. Да, мы вместо этого купили дополнительное количество локомотивов 3С5К, электровозов для восточного полигона. Уже в 2023 году мы будем покупать вместо тепловоза 3Т25К2М тепловоз 3Т28. И тем самым обеспечим перевозки на БАМе. Ну, пока мы не нашли адекватной замены электровоза ЭП-20, но мы, соответственно, увеличиваем закупку локомотивов переменного тока ЭП-1М и локомотивов постоянного тока ЭП-2К. Да, и компания «Синара», она презентовала в этом году, в апреле месяце, электровоз 3С8. Это замена, опять-таки, электровоза, построенного с компанией «Сименс» 2С10. 2С10. Поэтому, в принципе, это все приводит к тому, что мы, наверное, можем однозначно сказать, что у нас уже целый ряд локомотивов абсолютно локализованных, российских, появятся в 2023 году. Что касается переориентации грузов на восток, когда вся экономика страны поехала туда, РЖД пришлось срочно перестраивать все логистические цепочки, а вам обеспечивать новые составы тягой. Это вообще как удалось решить в столь сжатые сроки? Удалось решить за счет того, что мы объявили о том, что нам необходимо увеличивать еще в 2021 году, увеличивать количество электровозов с повозным регулированием. И в конце прошлого года мы там порядка 25 штук дополнительно к той программе, которая у нас была, купили. И на начало года они у нас уже были. Точно так же мы купили дополнительно в прошлом году тепловозы, вот эти 3Т25К2М, несколько больше, чем планировали. Мы это планировали как задел на 2022 год, но получилось, что это просто необходимо и помогло нам выжить. Ну и плюс всякие инновационные решения, вот типа виртуальной сцепки. У нас гораздо больше пошло поездов по восточному полигону на виртуальной сцепке, тем самым увеличивая провозную способность самого участка. Вот, наверное, основные моменты, которые нам позволили с этой проблемой справиться. Техника понятна. А людей как удалось им сперить? Слушайте, с людьми, конечно, были проблемы. Они у нас, ну, в общем-то, достаточно давно существуют на восточном полигоне. Но мы, опять-таки, решили несколько моментов. Первое, мы сумели вот по дальневосточной дороге сделать региональные надбавки. Локомотивным бригадам, тем самым привлекая их, мы сумели пересмотреть нормы. Еще в прошлом году была сделана очень большая работа, связанная с увеличением необходимого количества бригад. И мы доказали это, эта компания. Да, и практически на 3 тысячи человек штатное расписание дирекции тяги увеличили. Достаточно тяжело было с набором, потому что одно дело сделать штатное расписание, другое дело набрать людей. Вот, но сегодня тоже мы достаточно успешно это решаем. Хотелось бы еще быстрее, потому что, конечно, задача нам, в принципе, уйти от командировочных. На сегодняшний день, уже не первый год, у нас от 700 до 900 человек работают в командировочных на Восточном полигоне. Вот в этих условиях, возвращаясь к вызовам, как удалось обеспечить тот колоссальный объем пассажирских перевозок? На самом деле, по бригадам у нас традиционно проблем нету, потому что у нас много достаточно универсалов, которые могут ездить и в грузовом движении, и в пассажирском, и традиционно они на пассажирское лето, что называется, переводятся на другой вид движения. Что касается локомотивов, ну, тут было достаточно волнительно, потому что, когда мы поняли, какой парк нужен, вообще традиционно в предыдущий период заканчивались пассажирские перевозки, и у нас большое количество локомотивов отставлялось в запас. Ну, то есть они не нужны зимой. В принципе, в конце марта, в начале апреля мы начинали потихонечку из запаса выводить, готовить и так далее, и так далее, и так далее. Мы поняли, что происходит, и как-то спрогнозировали дальнейшее развитие событий. То есть уже там в феврале сделали целый график, да, и ужаснулись, какое огромное количество локомотивов нам надо прогнать через виды ремонтов, через заводы. Поставили задачи, соответственно, локомотивы ремонтным предприятиям. В таком режиме практически нон-стопа постоянно осуществляли контроль. За этим все лето это происходило. В таком режиме нон-стоп контролировали обеспечение пассажирских поездов тягой. Сегодня тоже, во-первых, у нас лето продлилось. То есть мы обычно где-то там к 15 сентября уже сворачивались. Здесь достаточно активно едем до сих пор. И уже для себя поставили задачу, что мы уже сейчас начинаем готовиться к следующему лету, да, практически отставляя в запас только те локомотивы, которые 100% не надо будет ремонтировать до следующей осени. То есть все, что необходимо будет отремонтировать, например, летом, будет ремонтироваться зимой. Чтобы летом мы этот локомотив не исключали из-за работы. В цифрах это сколько единиц тяги потребовалось, чтобы обеспечить летний отдых россиян? Порядка там 1750 локомотивов, ну, тепловозов и электровозов разных, ну, по людям это 7,5 тысяч человек. Возвращаясь к вызовам, здесь тоже не могу не спросить об одном из последних, об объявленной в стране частичной мобилизации граждан. Коснется ли это как-то работников дирекции тяги? И не могут ли здесь возникнуть какие-то новые риски и вызовы с обеспечением перевозок? На самом деле нас уже это коснулось. Наши коллеги, члены локомотивных бригад, они получают повествия. При этом мы, в принципе, ну, никак не, скажем, противодействуем, если кто-то по золотам сердца собрался идти. У нас вот еще до того, как была частичная мобилизация, порядка 60 человек просто ушли добровольцами. Значит, что касается вот так, если массово, во-первых, все-таки транспортники традиционно имеют бронь. Да, и у нас большой процент локомотивных бригад эту бронь тоже имеют. При этом мы четко понимаем, что есть ряд там военных специальностей, которые под бронь не попадают. Ну, и определенное количество наших коллег на сегодняшний день были призваны, что процент очень небольшой. Я смотрю за динамикой. Она, в общем-то, сейчас практически подуспокоилась совсем. В принципе, конечно, какого-то вот такого очень уж больших, больших патологий, да, и проблем с обеспечением движения у нас не будет. Тем более, что мы, в свою очередь, активизировались уже с набором и подготовкой помощников-машинистов, понимая это все. При этом, наверное, мы сегодня даже в логике неудержания кого-то, да, находимся, что сколько вот в логике понимания, кто ушел, понимания состояния их семей, да, там, проблем, которые могут возникнуть в связи с тем, что, ну, главы семьи нету, как бы, да, и там, сохранением рабочих мест за ними, то есть, вот всех тех, и социальных гарантий, которые, в принципе, компания их предоставляет. Вот это вот и решаем, как бы, да, вопрос контроля есть. Поначалу большое достаточно количество ушло, но вот подключились тут военно-учетные наши бюро на дорогах и прочее, и очень много народу вернулось обратно. Стабильность перевоза будет обеспечена? Да, по крайней мере, ну, это никак точно, это не та цифра, которая может как-то повлиять отрицательно на перевозке. В начале этого года РЖД были вынуждены пересматривать объемы своей инвестиционной программы в связи со сложившейся экономической ситуацией, с санкционным давлением на дирекции тяги. Это тоже отразилось? Да, это отразилось. Но первое, как бы, как я уже сказал, что у нас просто выпало, как бы, несколько позиций по локомотивам, да, вот в связи с тем, что наши локомотивостроители сказали, что не имеют возможности их изготовить, это первое. Второе, у нас сумма инвестпрограммы не изменилась, при этом мы должны были учитывать те индексации, которые у нас образовались на конец 2021 года, на начало 2022 года. Сегодня все-таки действительность оказалась не так страшна с точки зрения, как, да, поднятие цены. И вот в рамках нашей инвестпрограммы, как бы, да, по физике мы даже, казалось бы, сможем купить несколько больше. Сколько? Чем планировали. Ну, пока мы останавливаемся на цифре 491 локомотив, в изначальной программе, еще до индексации, до всего было 522. То есть, вот, что называется, мы пострадали там на, сколько там, 31 локомотив. Ну, это не критично, конечно. Хотелось бы их иметь, но не критично. Скажется ли это каким-то образом на планах РЖД по поставке локомотивов на альтернативных видах топлива? Вот раньше вы анонсировали появление в 22-м году на сети и газомоторных локомотивов, и аккумуляторных маневровых машин. Уже сказалось, на самом деле мы хотели вот аккумуляторные маневровые локомотивы брать, но учитывая, что вот компонент тот же самый аккумулятор, хотя двигатели во многом все-таки были изначально, как бы, базовая версия импортная, то мы просто в этом году их не покупаем. Печально, с одной стороны, как бы, но не критично. Мы, наверное, двигаемся вот с нашей экологической программой несколько вправо. Ну, это объективно, потому что, конечно, хотелось бы такие локомотивы видеть вот здесь вот на вокзалах на наших. Ну, я думаю, что мы, наверное, где-то годом на полтора подвинемся вправо просто. И все равно эту программу реализуем уже, наверное, все-таки на российской базе. Вот год от года РЖД заявляют цифры по обновлению парка 500 и более единиц. Программа – это самое ускоренное обновление парка, она рассчитана до 2025 года. А в целом, вот вся сегодняшняя ситуация как-то на нее влияет? Какие цифры? Базовая, как бы, цифра – это 661 вообще локомотив уже следующего года. Локомотивы-строители в основном это подтвердили. Мы должны все-таки обозначить, а что необходимо нам для того, чтобы заявленное объемом провести, и мы их назвали. Сейчас вот находимся в неких диалогах с инвестиционной службой, с потуинвестиционной программой, которая подтвердится. Но во всех случаях, я думаю, что итог будет очень близок к той цифре, которую я назвал. Это база, да, потому что у нас даже внутри этой цифры уже мы сами как бы смотрим, там, например, может, что-то меньше приобретем, но другого. Возвращаясь к долгосрочной программе, до 25-го года она рассчитана, это примерно какой процент парков всего удастся обновить? Или мы сейчас вообще вот не ведем разговор о такой долгосрочной перспективе? Ведем, но у нас вообще программа трехлетка, да, то есть изначально минимум трехлетка, а в принципе у нас расписана программа до 35-го года. Мы примерно такой цифры где-то от 550 до 600 локомотивов постоянно, в общем-то, рассмотрим. То есть элементарная математика, да, умножаем на пять лет. Если их 600, то получается 3000 локомотивов. Если на 25-го, то порядка 1800 локомотивов, не считая текущего года. В этом году исполняется 10 лет, как РЖД передали на аутсорсинг, сервисное обслуживание локомотивов. Сначала часть парка, затем весь его объем. Вот каковы итоги этой работы? Работаем, да, но не без проблем. Мы очень много прошли атерации, как бы, да, когда вот в своей, там первые, скажем, да, вот годы жизни наши сервисные компании просто сделали ставку на, скажем, прибыльность этого бизнеса и получать от этого максимальные эффекты. Достаточно много было в первые годы упущено и с точки зрения людей, с точки зрения технологии, там, с точки зрения, может, не совсем понимания своих целей и задач. Это на первых годах привелось к тому, что, в общем-то, парк стал несколько хуже с точки зрения качества. Сегодня, по крайней мере, мы вот работаем там, у нас очень много там тоже полемики, очень много там споров, мы очень много там разбираемся, но сегодня динамика такая положительная и прогрессивная, у нас реально начали снижаться там неплановые ремонты. Очень важно, что с 2017 года мы уже работаем в рамках КЖЦ, и все, например, новые локомотивы, они уже сидят на ответственности завода, да, который отвечает за их состояние, независимо от того, кто является сервисной компанией. Таких локомотивов у нас уже почти 3000 на сегодняшний день, это очень много, и в целом, когда-то, наверное, у нас это такое все-таки эволюционное развитие, придем к тому, что у нас все локомотивы будут на контрактах жизненного цикла, и мы четко видим, что сегодня локомотив, находящийся на контракте жизненного цикла, он лучше по состоянию, по своему техническому, да, по количеству отказов на миллион километров, там, по каким-то другим параметрам работает, чем локомотив, вот, ну, скажем, находящийся на сервисном контракте. Вот есть у вас такой показатель готовности локомотива к эксплуатации, вот, за 10 лет прошедшие, он как-то поменялся? Он, сначала он провалился, сегодня он однозначно повысился, к сожалению, мы не достигли вот того, как бы, да, вот планового, там, 0,95, который был изначально заложен. Но мы сделали еще другую атерацию, как бы, да, то есть одна из проблем была о том, что вот 0,95, он ничем не доказан, он выдуман, там, как-то волюнтаристы когда-то и прочее, и прочее. Начиная с прошлого года мы сделали большую работу, что практически по всем сервисным депо, по всем видам ремонта мы сделали графики, сетевые графики по каждому виду ремонта, всех операций, все их отнормировали, просчитали все и вышли уже на расчетный КГЭ, который, как бы, действительно должен быть, он несколько пониже, но не так, как ожидала сервисная компания, они были в надежде, что он там станет совсем маленьким, мы, как бы, планировали, что цифра примерно сохранится, ну, где-то там на одну сотую был 0,95, где-то порядка 0,94 он будет. Сейчас мы его верифицируем, потому что, ну, понятно, за этим стоят деньги, мы хотим, чтобы и институт, и внешние проверяющие, как бы, подтвердили, что это так, ну, и дальше начнем работать уже вот с сервисной компанией в этом. И второй момент, что мы, кроме этого, нарисовав сетевые графики, мы еще по каждому депо прорисовали все причины отклонения от сетевых график, которые есть, почему, как бы, цифра все-таки несколько меньше, и по каждому депо нарисовали план, что необходимо сделать, чтобы попасть вот в эту целевую задачу, выйти на, ну, на тот расчетный ЭКГ, который по каждому депо, он же такой, это очень собирательная такая штука. А каковы могут быть эти причины? Это люди, это технологии, есть иногда наши причины, локомотивы на сервисе, но по сервисному договору вся инфраструктура, она наша. То есть вот само по себе сервисный депо, оно наше, все, что находится в сервисном депо, станки и оборудование, оно наше, как бы, да, и там просто находятся люди, сервисные компании, которые технологии реализуют. Они иногда предъявляют претензии, что, ну, не знаю, устаревший станок, да, там, крана нет, там, еще чего. У нас есть инвестпрограмма, которую мы с ними согласовываем, каждый год обновляя это оборудование. Это наша задача. Их задача то, что есть, содержать там в исправном состоянии, потому что мы тоже внимательно смотрим, а почему это сломалось? Потому что оно там старое, или потому что там то обслуживание, которое текущее должно было происходить, реально не прошло. Это вот что касается вот на стыке. Как я уже говорил, много было вопросов именно по людям. Их, к сожалению, тоже коснулось вот то, о чем мы говорили по мобилизации сегодня. И мы над этим внимательно работаем, и помогая им. Потому что, конечно, там, тех же коллег, находящихся на броне, у них процент гораздо ниже, чем у нас. До этого тоже там были проблемы заработной платы. Сегодня вот они так... Менилась, во-первых, вот команда, менеджмент, и так вот как-то развернут, они все-таки в таком созидательном управлении. Приход на закупку локомотивов по контрактам жизненного цикла. Себя оправдал? Считаю, что да. Экономически? Экономически. Если раньше мы просто покупали локомотив, то сегодня мы локомотив изначально покупаем на основании, во-первых, наших технических требований, которые разрабатываются в технических условиях. Это первое. Второе, на каждый новый локомотив мы делаем ТЭО. То есть технико-экономическое обоснование. И первое, покупаем локомотив, только тот, который мы реально видим за счет снижения расхода топлива, за счет повышения производительности, за счет чего-то, что он действительно нам будет более выгоден. И сервис в жизненный цикл уже входит. То есть мы покупаем, сразу его весит. То есть мы покупаем не просто, скажем, локомотив. То есть мы покупаем работу локомотива в течение 28 лет. Мы четко понимаем не только стоимость продажную, что называется, инвестиционную, но и сколько мы в него еще вложим на протяжении 28 лет. И он может очень дорого стоить, но быть очень дешев в обслуживании, к примеру. Поэтому, по крайней мере, сегодня очень четко есть ясность эффективности этого локомотива, чего не было никогда раньше. Производители работа по контрактам жизненного цикла как-то стимулируют работать над повышением качества продукции? Да, стимулируют, потому что контракт жизненного цикла для них выгоден в принципе. А второе, в договоре, если по каким-то причинам в течение трех месяцев и более локомотив не соответствует заявленным параметрам, то мы просто его можем вернуть и потребовать обратно деньги за него. И такие прецеденты уже появлялись, поэтому, конечно, они стараются. У них под это дело появились сервисные центры специально по новым локомотивам, ну, скажем, чего в логике вот сервисного контракта раньше никогда не было. Можно ли на этом считать реформу локомотивного хозяйства РЖД завершенной? Мне кажется, она никогда на самом деле не завершится, потому что путей для совершенства ее очень много. Я объясню. Первое, все-таки так вот глобально мы создали, когда на аутсорсинг все это уходило, в общем-то, двух крупных монополистов. Я считаю, это не совсем правильно, да, и мы первое вот как-то для себя продолжаем реформу, все-таки пытаясь, ну, что называется, расширить круг наших подрядчиков. И, например, там в той же группе Синара там появляются подразделения на Свердловской дороге, которые ремонтируют нам тепловозы, чего они раньше делали, магистральные тепловозы. Их еще немного, но мы там это поддерживаем, да, там развивается, например, тот же Миларем. Ну, можно сказать, все равно, что это дочка ТМХ, но все равно. Другой завод, который ремонтирует нам маневровые локомотивы, и там локомотивы, которые у нас работают на хозяйственных работах. И в целом, я хотел бы увеличивать вот количество вот таких подрядчиков. Ну, должна быть конкуренция. Все-таки отсутствие конкуренции, оно как-то успокаивает, наверное. Да, во-первых, успокаивает, во-вторых, все-таки с ценовой политикой монополист начинает работать чуть-чуть по-другому. Поэтому, ну, я считаю, это тоже реформа. Поэтому сказать... Мне кажется, она не кончится никогда, на самом деле. И мне кажется, что это правильно, потому что мы все равно должны двигаться, развиваться, мы должны видеть какие-то там слабые места и их решать. А вот так вот там сказать, что все закончилось, и успокоиться. И потом все провалится. Какие основные задачи сегодня стоят перед локомотивным хозяйством РЖД? Что приходится решать? Первое, конечно, это обеспечить те заявленные перевозки и пассажирские, и грузовые, которые вот на сегодняшний день планируются. В 25-м году мы там на тот же Восток мы должны ввести 180 миллионов тонн. И вся наша программа выстраивается под это, это первое. Второе, конечно, вот в этой ситуации не потерять нам людей, да, дальше развиваться, развивать их компетенции. Мы как-то вот все больше, да, говорим про там железо, но все-таки сто, там, шестнадцать на сегодняшний день тысяч человек только членов локомотивного РЖД, это армия, с которой надо работать. Социально ориентированная компания, кстати, вот этому тоже один из моментов, за последние годы мы стали уделять внимание гораздо больше. И вот даже те вот мероприятия, которые в этом году проходили, там тот же слет молодежи, перед этим был слет молодежи локомотивного комплекса. То есть вот, наверное, вот я бы сказал, что реформа вот именно в управлении, реформа в взаимоотношениях, реформа в подготовке. Нам надо как-то по-другому начинать готовить начальников депо, делать их там реальными, там, какими-то лидерами, а не просто номинальными начальниками, сделав там чисто начальников эксплуатационных депо, мы, ну вот, и назвав их начальниками. Они вроде говорят, ну, мы занимаемся эксплуатацией. А он реально начальник предприятия, у него на балансе огромное количество, там, миллиарды, там, в виде локомотивов, миллиарды в виде, там, тех же топовского хозяйства, да, вот, инфраструктуры и прочего. Задача? Задача. Дальше взаимодействие, конечно, с сервисом. И одна из задач, вот, реализация инвестиционной программы, да, ну и поддержание, реализация, вот, программа по модернизации. Цифровизация. Тоже такая задача очень важная. Мы еще там в 20-м году начали заниматься с личным кабинетом машинистов. Это гаджет, в котором, как бы, на сегодняшний день сосредоточено, ну, не вся жизнь машиниста, очень много необходимой информации, которая много заменит бумажной работы, рутинной, каких-то походов, сдачи экзаменов, инструктажей и так далее, и так далее. Также развиваться. У нас, там, мы чуть-чуть вот тоже ушли вправо, может быть, с ситуацией, связанной вот с санкционной политикой. Мы с локомотивостроителями говорили об абсолютно надежном локомотиве. То есть локомотив, который бы вообще не отказывал, да, и мы считали локомотив, ну, локомотивостроитель, считали, сколько он может стоить, а мы считали, какие эффекты он даст, если вообще не будет. Вот, поехал и поехал. И вот до следующего обслуживания ничего с ним не происходит. Ну, у нас же вот никто не предполагает, что самолет, который там взлетел, не долетит. Да? Почему мы должны предполагать, что локомотив, который отправился, там остановится? Почему самолет долетает? Там что-то дублировано, много дублировано, либо там как-то сделано по-другому, чтобы было бы абсолютно надежно. Наверное, в эту сторону нам надо идти и в локомотив. Поэтому, на самом деле, задач у нас огромное количество. Да, и все интересные. Спасибо вам за интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова